В реале и для вас в студии работает Елена Римовская. Визовый режим с Россией остановит поток диверсантов, считают в парламентской фракции Народный фронт. Соответствующую инициативу спикера Верховной Рады Андрея Порубия, однако в парламенте на этой неделе так и не рассмотрели, хоть она и была на повестке дня. В Министерстве иностранных дел призывают не торопиться и взвесить все «за» и «против». На предложение украинского спикера Порубия уже ответили в окружении президента России. Что будет означать отмена без виза с Россией, насколько вообще вероятен такой шаг и можно ли таким образом защититься от агрессора, об этом поговорим с гостем нашей студии, политологом-международником Андреем Пузаровым. Здравствуйте, Андрей. И чуть-чуть попозже к нашей беседе по телефону присоединится депутат Верховной Рады Анна Габко. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 0800-300-403. Как вы относитесь к перспективе введения виз с Россией? Звоните нам. Андрей, первый такой вопрос. Спикер Верховной Рады Андрей Порубий, когда говорил, что он предлагает вынести такой вопрос на рассмотрение, связывал это с задержанием в России журналиста Романа Сущенко. Насколько предложенный Порубьем шаг симметричен? Я думаю, что это просто был такой своего рода месседж Российской Федерации о том, на что может войти руководство Украины. Дело в том, что Порубий довольно серьезный человек, он спикер парламента. Просто так заявление такого уровня фигура не будет делать. Без анонсования с президентом Украины. Поэтому я думаю, что ситуация с Сущенко была поводом, а уже озвучивание идеи введения визового режима с Российской Федерацией, это была своего рода возможная тенденция или вариант развития событий, на который пока что в украинский парламент не пошел. Ну, тем не менее, да, не рассмотрели этот вопрос. Как вы считаете, вернется ли к его рассмотрению Верховная Рада, вот, например, 18 октября, когда она... Я думаю, что рано или поздно визовый режим будет введен с Российской Федерацией. Я могу даже сказать срок, я думаю, в течение года это будет. И очевидно, он будет введен после очередного серьезного инцидента, связанного с гражданами Украины, будь то в Российской Федерации, будь то со стороны Российской Федерации в отношении... Ну, ведь не мне вам говорить, что Сущенко не первый задержанный в России украинец. Он уже там по разным подсчетам, то ли 30-й, то ли 31-й. И вы говорите, что на протяжении еще года может быть введен визовый режим. Не кажется, что это уже поздновато для такого решения? Совершенно верно. Но на протяжении последних двух лет Верховная Рада Украины сначала признает Россию агрессором, потом Верховная Рада Украины отказывается разрывать дипломатические отношения с Россией, потом Верховная Рада Украины признает нелегитимную Государственную Думу на основании агрессии, а теперь Верховная Рада отказывается вводить визовый режим. А где последовательность украинских парламентариев? Где? Нету. Все занимаются конъюнктурщиной, хитростью и приспособлением. Сегодня не проголосовали именно из-за позиции президентской партии. То есть можно было проголосовать, но ради голосов, но не захотели. Я не сторонник введения визового режима с гражданами Российской Федерации. Но политически я понимаю, что здесь идет очень серьезный торг и хитрость. Ну, нужно отметить, что в президентской фракции были депутаты, которые поддержали это решение. Но да, большинство фракций все-таки такого единства, как в Народном фронте, не продемонстрировали. Кстати, говоря о Народном фронте, я предлагаю послушать позицию Народного депутата этой фракции Леонида Йемца. Он поддержал предложение спикера Андрея Порубея и отметил, что Народный фронт готов голосовать за отмену безвизового режима с Россией. Украинская держава в тот момент, когда мы воюем с Россией, не имеет возможности сегодня контролировать, кто планует перетнуть украинский кордон. Мы постфактом уже видим, кто перетнул, кто уехал, кто выехал. Но это невозможно, это небезопасно для нашей державы в плане обороноздатности. Мы хотим и имеем право четко признать, кто хочет прибыть до Украины с граждан Российской Федерации. Не в вид, что они хотят прибыть, контролировать их перебивание тут и контролировать их выезд. Это часть нашей безопасности. Как вы считаете, защитят ли визы с Россией от диверсантов? Это исключительно глупый комментарий, я могу сказать, как эксперт, абсолютно непрофессиональный. Я не знаю, чем он руководствовался. У нас приезжают потенциально опасные люди не только с Российской Федерации. У нас есть выходцы из Ближнего Востока, из Европейского Союза, из Африки, из Азии. Китайцев очень много, я лично видел, которые не всегда законной деятельностью занимаются в Украине. То есть мы что, теперь должны со всеми визами из-за этого вводить? То есть я считаю, это непрофессиональный комментарий депутатов. Нужен ли Украине визовый режим с Россией? Об этом мы спросили жителей Сум, Харькова, Славянска и Мариуполя. Предлагаю послушать, что они ответили. Не вижу смысла, у нас кусок границы под контролем России, а мы с ними визы будем играться. Сам не желаю это быть ближе к России, мне как-то без разницы. Мне рано, чтобы в Европу был у нас без визовый режим. Мне, конечно, не нужен, по-живому режем. Да вы что, это то же самое, что семью на две части разорвать. Если кто захочет проехать, то той проедет. Багато же зарубить, будет лишняя морока для людей. Ну что это такое, безобразие. И так отношения натянутые, а тут еще визы. Ну это пародия. Конечно, необходим. Ну как минимум, люди задумаются, может не все так просто в этом мире, что они не на Малороссию едут к своему младшему брату, а это страна полноценная, которая требует что-то взамен, чтобы сюда приехать. Ну а в чем смысл визового режима с Россией? Это ж не за границей. Да мне, в принципе, безразлично, я не езжу никуда. В принципе, у нас вина и без влада России, а не с громадянами. Тому я уважаю, чем им потребны. Если это делается для защиты интересов государства, то я бы готов мириться, к примеру, с такими неудобствами, если это поможет нашу стране. Это был опрос жителей Сум, Харькова, Славянска и Мариуполя. Я еще добавлю, что мы сделали похожий опрос на нашей страничке в Твиттере. И вот проголосовало по состоянию на данный момент почти 260 человек, даже уже больше. И 88% говорят, что да, визовый режим нужен. И первый комментарий, который можете увидеть под этим опросом, у меня родственники в Российской Федерации, и я всеми руками и ногами за введение виз. Вот такие комментарии. Ну, во-первых, из тех комментариев опрошенных людей в разных областях Украины единственный грамотный был и здравомыслящий человек, который сказал, что почему граждане становятся заложниками власти российской. Гражданское общество России не нужно путать с властью. То есть ограничивая миграционные процессы, мы режем связь и возможность влиять на процессы, которые происходят в Российской Федерации. Если кто-то в Украине хочет воевать со 100-миллионным страной, населением, это их личные проблемы. Но я бы не советовал этим заниматься. То есть не нужно путать гражданское общество России, которое еще развивается, и руководство Российской Федерации. Это разные субъекты политического процесса. Политолог-международник Андрей Бузаров сегодня у нас в гостях. Мы сделаем очень короткий перерыв на рекламу. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800-300-403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Продолжая наш разговор, Андрей, как вы считаете, какие будут ответные действия со стороны России, если Украина решится на такой шаг, ведет ли Россия визы для граждан Украины? Два варианта развития событий. Вариант первый. Первое, они, пользуясь принципом reciprocity, дипломатичности, вводят такие же меры. Второе, игнорируют и не вводят. Скорее всего, зная позицию некоторых чиновников российских, я думаю, они не будут вводить. И таким образом, получается, мы будем вводить визы, а они не будут. И это, кстати, минус будет Украины, поскольку много людей... То есть Россия будет белой, а Украина будет... Да, это будет минус нам, поскольку много людей будут продолжить ездить туда, в Россию, работать и смеяться с того, зачем мы ввели визы для 70 тысяч, если не ошибаюсь, по подсчетам 70 тысяч граждан Российской Федерации находятся на территории Украины. Я не думаю, что они представляют колоссальную угрозу. Да, отдельные граждане, безусловно, представляют. Для этого есть служба безопасности Украины. И она должна этим заниматься. К нам дозвонился слушатель. Слушатель, здравствуйте, кто вы, откуда? И ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, кто вы, откуда? Сергей Краматорск. Да-да, ваш вопрос. Ну, не вопрос о рассуждении, но может и вопрос, в принципе. Смотрите, я, ну, скажем так, больше против визы России, потому что, ну, смотрите, давайте представим себе такую ситуацию. Вот ведет Украина визу в Россию. Россия ведет зеркальные санкции. И вот люди, которые будут ехать в Крым, как они будут оформлять визы или как это, что это? Если они будут писать, что они в Крым едут, это будет нарушение закона нашего, они могут, может быть, и не писать, что они в Крым едут, они будут через Рязань, допустим, писать, ехать. Но, опять-таки, нарушение закона. Таким образом, мы легализируем то, что Крым – это территория России. Правильно? Да, спасибо. Это очень интересное мнение. Я уверена, что в случае, если Украина решится на такой шаг по Крыму, это будет отдельный вопрос вообще, как будет, если действительно в Крым придется въезжать или выезжать по визам, то тогда мы признаем, что это часть территории российской региона. Это смешно будет выглядеть. У меня знакомые есть в Алуште, в Керчи. Получается, чтобы не к ним поехать, я должен получить визу. Фактически получится так. Хотя это территория Украины по всем международным стандартам и правам. Я думаю, эти вопросы надо задать нашим выдающимся парламентариям в Украине. Мы с вами уже коснулись немножко вопроса позиции России в этой ситуации. И сегодня буквально появился комментарий пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Предлагаю послушать, что он сказал. Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей, если будет введен визовый режим, то, конечно, ситуация будет рассмотрена и российская сторона примет необходимое решение в своих интересах. Ну, пока так выглядит ничего конкретного, да? Это комментарий больше для того, чтобы что-то ответить журналистам. Да, дипломатично очень ответил. Намекаю, кстати, на то, что решение будет принято в интересах России. А в интересах России, может быть, и не принято введение визового режима с Украиной. Вы в начале нашей беседы сказали, что, вероятнее всего, Андрей Порубий никогда бы просто так не предлагал введение визового режима. Тем не менее, президент Украины Петр Порошенко ничего конкретного на эту тему не говорил. Когда его спросили относительно этого вопроса, он сказал, что жду решения Верховной Рады. Но вы все-таки думаете, что это была его инициатива? Я думаю, что здесь какие-то более глобальные вопросы, связанные с безвизовым режимом. Это дело не только в Сущенко. Дело в том, что мы последние полтора года точно постоянно на уровне политиков, экспертов слышим, о необходимости введения визового режима с Россией. Я думаю, мы к этому, скорее всего, придем. Придем тогда, когда мы получим безвизовый режим с Европейским Союзом. Я такое чувство, что это как-то взаимосвязано. Кстати, относительно позиции Министерства иностранных дел Украины, нужно отметить, что министр Павел Климкин призвал депутатов не торопиться. И вчера у меня была беседа с представителем Министерства иностранных дел. И я спрашивала его относительно того, вообще как-то МИД рассматривал этот вопрос, анализировал этот вопрос. И я предлагаю послушать комментарии замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Александра Гамана. Он напомнил, что на протяжении последних двух лет Украина и так ужесточила контроль за российскими гражданами, пересекающими границ. Станом на сегодня ДПС и так мает возможность контролировать въезд граждан РФ на территорию Украины. Еще у 2015 года, у березня, мы остановили певные положения нашей безвизовой угоди с Россией. Станом на сегодня граждан РФ может въехать в Украину только на основе закордонного паспорта. То есть это не внутренний паспорт, который не считается, и государственная прикордонная служба мусит вручную опрацовывать данные, которые надает граждан РФ. Другая вещь, прекратили действие фактически местных пунктов пропусков. То есть станом на сегодня граждан РФ может въезжать исключительно через международный або международный пункт пропусков, который оснащен хорошим обладнанием, и прикордонная служба имеет возможность контролировать въезд таких граждан. Андрей, как Вы считаете, эти шаги, предпринятые украинской властью на протяжении последних двух лет, они вот сильно как-то отобразились на пересечении границы российскими гражданами? Я имею в виду, насколько это действительно ощутимые ограничительные меры или контролируемые? Я не вижу сенсов в этих ограничительных мерах. У нас идет угроза со стороны ДНР, со стороны пересечения граждан Российской Федерации украинской границы. Отдельные представители, может быть, один на 50 на стоим, представляет опасность потенциально. Мы же здравомыслящие люди. Зачем люди, диверсанты, будут ехать официально через Российско-Украинскую границу? Они будут пытаться попасть нелегально либо через территорию ДНР. Вот это логика. А никто не будет с автоматами на танках ехать через Чернигов, через Хай. Поэтому это все просто дешевый политический пиар, на котором отдельные политики делают церебулярность перед своим электоратом. Политолог Андрей Бузаров в гостях радио Донбасс-Реале. Сегодня мы говорим о том, насколько вообще вероятна перспектива отмены без виза с Россией. Пока у нас еще есть совсем немножко времени, это я обращаюсь к нашим слушателям, 0800-300-403. Вы можете позвонить и высказаться на эту тему. Я еще вот какой хочу вопрос задать. Даже если Верховная Рада вернется к рассмотрению этого вопроса и примет соответствующие решения, Верховная Рада это последняя инстанция в том, чтобы отменить безвизовый режим с Россией? Не исключено. Это только первая инстанция. Более того, юридические нагрузки она не несет. Я говорю как профессиональный адвокат. Это просто декларативный документ. После этого Кабинет министров Украины должен в определенные сроки разработать соответствующий механизм введения визового режима. Это довольно сложный, очень сложный механизм. Насколько, чтобы получать визы, выдавать визы, надо иметь колоссальный консульский отдел, который будет успевать выдавать. Более того, должны соответствующие правоохранительные органы контролировать, кому давать, не давать. То есть это практически отдельное министерство. Поэтому просто так визовый режим с Российской Федерацией ввести нельзя. Но я думаю, что если Верховная Рада проголосует, скорее всего, пользуясь практикой, они обычно в конце пишут, рекомендовать Кабинету министров Украины, разработать предповедную постановку и доведение визового режима. И потом уже Министерство иностранного отдела будет этим заниматься. Такая практика. И последний вопрос, который мы успеваем обсудить, поскольку эта неделя была сессионной неделей, и кроме того, что обсуждали вопрос отмены без виза, еще опять напомнили о том, опять эти призывы звучали, давайте разорвем дипломатические отношения с Россией. Как вы оцениваете такие призывы и насколько они вероятны? Я думаю, дело до разрыва дипломатических отношений не дойдет, поскольку в самый тяжелый период украинско-российских отношений, я сейчас говорю про аннексию Крыма, я сейчас говорю про Иловайский-Котево, про Дебальцево, никто с украинской стороны не разорвал дипломатические отношения. Это прерогатива исключительно одного лица, президента Украины. Он на это не шел тогда. Сейчас, когда нет уже фактических состояния боевых действий, глобального, как было в 2014 году, я не думаю, что об этом будет кто-то заявлять официально на уровне главы государства. Это тема табу. Это тема, предмет для пиара отдельных политиков. Я, кстати, вчера тоже задала этот вопрос относительно разрыва дипломатических отношений представителю Министерства иностранных дел Александру Гамону. Означает ли это, что если мы разрываем дипломатические отношения, что не будет кому представлять интересы украинцев в России. И вот буквально мы можем послушать. Давайте послушаем, что он сказал. О том, насколько целесообразно и вообще реально ввести визовый режим с Россией обсуждали с политологом-международником Андреем Бузаровым. Спасибо, что вы к нам пришли. Мы продолжаем эту программу «Донбасс Реали». Цитата недели о картошке и не только. Войны.